Пункты гуманитарной помощи в Актюбе стали работать по заявкам от пострадавших садоводческих коллективов. Такой механизм удобен горожанам, а главное, не создает ложного мнения, будто волонтеры забирают продукты и одежду домой. Моя коллега Инкара Карашаева продолжит тему. В пунктах гуманитарной помощи действительно круглосуточно работают люди, которым не безразличны судьбы пострадавших от паводка. Первые грузы сюда стали поступать в ночь на 27 марта. С того времени в режиме 24 на 7 волонтеры, госслужащие и просто активные актюбинцы помогают принимать и распределять необходимые товары нуждающимся. Теперь механизм работы пункта изменился. За каждым депутатом были закреплены садоводческие коллективы. У меня их 19, я сейчас жду представителей. И мы будем по количеству, которые они давали заявки, распределять гуманитарную помощь. В гуманитарной помощи это первая необходимость в ходе товара, это мыло, порошок, зубные пасты, гигиена личная, также здесь средства для мытья посуды, губки, все необходимое. Сегодня вот на 12.00 мы заказали у Абдулубеков Ержан, да, вот у него там получается 20 СК. Сейчас 20 СК, может они не придут, но он нанимает газель, забирает эти продукты и развозит уже по этим садоводческим коллективам. Поэтому для того, чтобы получить, повторяюсь еще раз, надо создать заявку, отправить ее своему депутату, он дальше уже отправляет ее сюда, в этот центр. Так получать гуманитарную помощь очень удобно, говорят пострадавшие от паводка акцебецы. Наш коллектив подтопилось сильно, дома ушли под воду. Мы вот вдвоем организовали, чтобы не все же могут выехать и взять продукты. Поэтому мы подали коллективную заявку на получение продуктов. Просто товары сейчас, как вы понимаете, все же сыром мыть, стирать надо это все. Подушки, одеяло, потому что дома все залило. Вот я сама лично, у меня дома ничего нету, все мокрое, пришлось все выкинуть. Подушки, одеяло, курпешки, детские вещи. Мнение некоторых людей о том, что гум-помощь якобы разбирается теми, кто ее раздает, откровенно ошибочное. Ведь помимо общественного контроля в здании пункта ведется круглосуточное видеонаблюдение. Запись транслируется напрямую в департамент полиции. Мы вчера передали гум-помощь 30 садоводческим коллективам. Сегодня заявки подали еще 35. Ночью мы проводили фасовку продуктов и хвостоваров по пакетам. Днем по списку все распределяем. Одежду отдельно раздает по заявкам общества Красного полумесяца. Почему мы прибегли к данному механизму? Во-первых, удобно горожанам. Им не приходится находить транспорт, чтобы забрать пакетность необходимым. Во-вторых, помощь получают реально все, кто нуждается. Были случаи, когда из эвакопунктов приходили люди и просили свои наборы. Их обеспечивают всем в местах, где они временно размещены. Пятиразовое питание, хвостовары, одежда. У них все есть. Хочется ответить тем, кто ложно обвиняет нас в краже помощи. По всему периметру расположены камеры. За нами наблюдают сотрудники полиции. Также здесь постоянно находятся депутаты масляхатов. Контроль строгий. Работать по данному механизму в пунктах гум-помощи намерены и дальше. Потому всем пострадавшим от паводка рекомендуем связаться с председателями коллективов и депутатами от их округов.